Еще раз, здравствуйте, я прочитал ваше дополнение, вот, значит, сейчас я вам его зачитаю и так же как, в принципе, в своем предыдущем ответе, дам свои комментарии на то, что вы пишете. Но перед этим хотел бы сказать, что вы выбрали не самую лучшую форму взаимодействия с экспертами по данному вопросу, хотя бы потому, что дополнение мало кто читает, и если вы сделаете еще одно дополнение, то, пожалуйста, напишите мне в личку об этом, чтобы я увидел там. Сейчас я дополнение увидел ваше, просто случайно. Я зашел к вам в вопрос, хотя вы сами понимаете, зачем мне заходить к вам на вопрос, если я на него уже ответил. Итак, вы пишете, с моей стороны любовь. Ну, вот, с учетом того, что вы написали, мы перстекаемся по работе редко, личного общения нету. Ваша фраза о том, что это любовь, немного застараживает. А вы понимаете, кого вы любите? Вы уверены, что вы любите человека реального, а не свой придуманный образ? Ведь если нет личного общения, откуда вы можете знать, что за человек перед вами? И так реалирую вас любовь, действительно. Кстати, а как любовь проявляется у вас? Пока я вижу, что вы боитесь, как вы, в принципе, сами сказали, вы боитесь быть ответственной, вы вынуждены скрывать из-за школы, развода с мужем и так далее. А любовь-то здесь нет. Но если вот вы любите человека, да, то вы же хотите, чтобы он был счастлив, если это чистая любовь. А я вот что-то не вижу с вашей стороны, как раз-таки желание сделать человека счастливым. Вот я вижу только то, что вы, ну, вообще ничего не делаете. И любовь, что это, вот, насколько говоря, вызывает подавление. Как бы вы не путали любовь здесь кое-чем с другим, как бы вы не путали любовь с определенной потребностью, как бы вы не путали любовь с средством предоставления себе определенных представлений о себе же. Это очень важный и серьезный момент. Не хотелось бы мне, чтобы вы обманывали. Полагаю, что у вас может быть влюбленность. Да, может быть влюбленность, но это не любовь. Любовь, она все-таки к реальному человеку проявляется. А вы, если я правильно вас понял, реального человека не знаете. Ну, помимо того, что он расстался в девушках. Далее. Скоро, потому что не знаю, как он относится ко мне на самом деле. Так правильно. Понимаете, она не в этом и есть парадокс. Вы не знаете, как он относится к вам на самом деле, и вы поэтому скрываете. Но вы не сможете узнать, как он относится к вам на самом деле, если будете скрывать. Понимаете, в чем дело? И что это за любовь такая, если вам нужно узнать, что он как-то относится к вам на самом деле, и тогда вы проявите себя. Любовь, это безусловно, и любовь всегда проявляет себя вне зависимости от того, как человек относится к тому, что любит. Человеку, который любит все равно, как к нему относится объект любви. Человек относится к объекту любви, потому что он этого хочет, потому что он любит. У вас получаются какие-то условности, а там, где условности, там, к сожалению, нет любви. Вот вы говорите, я не знаю, как он относится ко мне на самом деле. А какая разница? Вот серьезно, если вы любите, какая разница, как он относится к вам на самом деле? Ну, а мы? Мы с моими коллегами откуда можем знать, как человек относится к вам на самом деле? Мы знаем вас, вот я знаю вас. Я вижу, например, что у вас, если есть любовь, то она с примесами. С примесами ваших собственных желаний, страхов, сомнений, неуверенности в себе, стеснения, травмы после развода с мужем. И все это вы называете любовью. Я вижу, например, что у вас есть условности. А условности, это всегда собственные ваши потребности, личностные. Поэтому спросите себя, пожалуйста, зачем вам знать, как он относится к вам на самом деле? И можете ли вы узнать об этом, если у вас общение устраивается так, как оно устраивается сейчас? Вот, по-моему, взгляд, нет. Далее, боюсь отвершения с его стороны. Почему? Понимаете, аноним. Если человек боится отвершения, это всегда про, во-первых, неуверенность в себе, это раз. Во-вторых, про страх того, что представление ваше о себе изменится, если он вас отвергнет. То есть вы концентрируетесь на себе в этом аспекте. То есть, знаете как, вы, как я уже говорил, не несете ответственности за себя, да? Но при этом вы через другого человека пытаетесь получить то, что нужно вам. То есть вы пытаетесь понять поведение мужчины, мало знакомого вам, для того, чтобы получить представление о том, может ли он вам что-то дать, дабы купировать ваши внутренние страхи, переживания и неуверенность в себе. Вместо того, чтобы, ну, это вот, еще раз повторю, это не инструкция, это не совет, это просто вот видение, профессиональное видение вашей ситуации. Вместо того, чтобы прийти к психологу на личную консультацию и сказать, вот, вы знаете, я боюсь того, что меня отвергнут. Вот страх быть отвергнутой меня мучает. Посмотрите мне его проработать, чтобы я была свободнее в отношениях, да? Вместо этого вы пытаетесь понять поведение человека. Но вы не работаете с первопричиной этого, понимаете? Первопричина вашей проблемы именно в том, что вы боитесь отвержения с его стороны. Страх. Об этом я уже говорил. Страх делает человека не свободным в отношениях. Страх делает человека зависимым в отношениях. И пока у вас есть страх, вы не будете счастливы. Так, кстати, а почему вы развились с мужем? Когда вы развились с мужем? Как мы пережили развод с мужем? Понимаете ли вы, что развод с мужем – это травма для человека, ну для вас. И что, травму нужно лечить с психологом? Конечно. И вот понимаете, эти все моменты, они показывают, еще раз, что вам не поведение мужчинам понимать нужно, а себя. Избавляться от всех блоков внутренних, которые не дают вам проявлять адекватную, естественную, нормальную активность. И которые автоматически, вот эти все проблемы, завышают значение этого мужчины, поведение которого вы хотите понять для вас, для вас совершенно неоправданно. Следствие чего, следствие чего и происходит такая вот ситуация, как вы ее описываете. Поэтому я могу вам здесь только сказать, что либо вы не осознаете всей серьезности тех вот проблем, то есть, то это с вашей стороны любовь к человеку, и чем эта любовь продиктована, вот, чем она обусловлена у вас. Если вы говорите, что я не знаю, как он относится ко мне на самом деле, это другая тема для разговора, это социальные ваши связи, это модели коммуникаций, это групповые отношения, это ваша роль социального индивидула, это тоже отдельная тема для разговора. Боитесь отвержения с его стороны, это третья тема для разговора, причем, это не простая тема, это тема, которая может уходить корнями в детство ваше. И, наконец, если четвертое, это развод с мужем, то тоже является травмой для вас. Понимаете? И, видите ли, в чем дело, Роман, вот, вы пишите дополнение, да, в каждом из этих дополнений вы добавляете новую информацию, добавляете новые сведения. Но, получается так, что каждый последующий ответ вам, ну, вот, например, эксперт после меня, или я, да, отвечает вам с учетом этих дополнений. И, получается, что вы информацию вы даете по крупицам, а это не есть хорошо. Еще я могу сказать, у вас есть два варианта развития событий. Первый вариант развития событий вы так и будете пытаться понять поведение человека, будете гадать, будете пытаться додумать что-то, и будете надеяться на удачу, на случай, что он вас сведет. Ну, или не сведет, тут же, как бы, от вас мало что зависит. Поэтому, вот, последствия, с которой вы придерживаетесь сейчас. Может быть, и другой вариант, когда вы возьмете себя в руки и обратите к психологу, приватно, для того, чтобы все ваши проблемы, ваши собственные, которые и являются причинами того, что такая ситуация вообще возникла у вас, проработаете, и будете жить счастливо, свободно, в гармонии с собой и без завышенного значения для себя, мужчины. Что делать, прищать вам? На этом, я думаю, можно закончить мой ответ на ваше дополнение. Надеюсь, что он помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, сделайте один из моих записей лучшим ответом. Если у вас появилось желание, появится желание написать дополнение, пожалуйста, дайте мне об этом знать в личку, я прочитаю и тоже вам отвечу. Но я хочу сказать, что дополнение – это неэффективный способ ведения психологической работы. Психологическая работа – это очень тонкая работа, и вести ее нужно в максимально приемлемых условиях. Поэтому публичные вопросы используются, как правило, только для первичного обозначения проблемы, а в дальнейшем, как правило, все приходят в личные консультации, что куда более эффективнее. Но решать, конечно, вам. Я желаю всего доброго вам, удачи и, собственно, успешного разрешения этой ситуации, какой бы вариант развития вы не выбрали.